всем 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 привет мои дорогие друзья когда я делала видео о районах гродно несколько человек практически одновременно написали мне просьбу снять видео об этом районе я им сказала что дождусь весны или лето когда все будет красиво и зелено и обязательно сниму поэтому сегодня я исполняю их просьбу и мы с вами гуляем по микрорайону фоль уж название фоль уж произошло от одноименного названия валяльного станка в суконном ремесле дело в том что на речке лососянки которая протекает совсем рядом с этим районом с конца 18 века работали суконные мануфактуры где использовались валяльные станки которые и называли форишами само слово образовано от слова поливать то есть выпрямляет сукно с конца 19 века в этом месте располагаются военные да да построен военный городок и практически до нашего времени дожили некоторые здания еще из тех дореволюционных времен что сейчас осталось от этого военного городка вы увидите чуть-чуть попозже а пока я хочу вам сказать что микрорайон фоль уж считается грудно одним из самых зеленых и тихих микрорайонов ну что первый объект который нас заинтересовал это вот такая водонапорная башня сейчас попробуем поближе подойти посмотреть что там потому что вы же знаете мы любим вот это все старинное красивое древнее да друзья впечатления конечно самые первые впечатления от этого микрорайона это много зелени действительно посмотрите там даже какой-то то ли парк то ли сквер то ли просто зелень но мы пока идем к башне объекты тут конечно не будут уж прям старинный советской наверное постройки но мы уже в такое время живем что их советскую же скоро станет древней историей теперь ее приспособили он под сотовую связь под вышку сотовой связи что удобно тоже не надо ставить отдельную вышку да друзья второе впечатление от микрорайона тишина нет такого шума проезжающих машин здесь только вот ну машин конечно много но они все запаркованные стоят а основная эта дорога там стране осталось от этого здесь тихо и впереди я вижу просто великолепные сосны идемте туда да теперь я понимаю тех кто мне писал в комментариях что тут прошло их детство либо здесь люди служили потому что здесь была воинской части могут так поняли вот забор впереди и как раз наверное это она и остатки от них и остались до такой район где есть побегать детям вот здесь вот вон и площадка и тут хоть устраивай разные игры тихо спокойно нет машин можно детей отпускать гулять и играть без опаски что не попадут под машину правда вот здесь я обнаружила бюро ритуальных услуг и теперь у меня возникает вопрос может быть это кладбище они военная часть пока еще я этого не выяснила дома стоящие прямо посреди леса поют птицы тишина ну машины здесь конечно проезжают да я начала ценить этот микрорайон я здесь не бывала раньше была только вот по той улице который в самом начале смотрите здесь как здорово мы идем по дороге к реке карта показывает что мы здесь выйдем я очень надеюсь потому что не только мы здесь идем другие люди тоже я хочу все таки подойти к воде посмотреть если здесь выход потому что в комментариях писали что выход к реке здесь как раз есть в этом микрорайоне в общем шли мы шли и решили залезть тут отсутствие забор мы уже поняли что это все таки и есть военная часть и наверное тем кто здесь служил будет как раз очень интересно здесь заброшенные дома вот эти ух ты все друзья мои заброшено мы же любим лазить по заброшкам внутри конечно не попадешь но он в окошко можно заглянуть до туда я не пойду а вот сюда мы заглянем да ребята когда-то здесь кипела жизнь судя по всему теперь ничего здесь нет хотя народ здесь шарахается на нас так все посмотрели что я тут с телефоном снимаю это все дело туда не хочу туда подходить ребят я в белых в белых красивых туфельках и так грязно не очень хочется не туда лезть пройдемся здесь просто только на солнце вам наверное ничего будет не видно а домик то домик то старинной ребятки домик то построен достаточно давно я вам скажу проект еще дореволюционный на странно все таки такое большое здесь здание такая большая площадь и все это дело заброшено и что никому не нужно в общем немного странно конечно но здесь некоторые люди загорают снимать и конечно их не буду но я бы не стала здесь загорать не очень как-то такая территория может быть к реке лучше хотя может быть она и далеко не знаю но нет да здесь открыто оказывается можно заходить все разрушено все разбито тут он даже типа монитор что какого-то было или что у на ребята хоть за не чуть-чуть чуть-чуть зайду что тут конечно ходить надо не в такой обуви что-то я не думаю что по развалинам будем лазить нет ребята простите вы идите тут вообще не пройти все завалено я катали конечно во внутрь не пойду хотя может быть некоторые зрители которые здесь служили и заинтересовались бы этими кадрами но нет не подготовленные сегодня к этому с этой стороны это здание выглядит вот так все заросло деревьями на но еще она достаточно крепкая темно там не понятно что а нет это не трещина можно было бы его отремонтировать здесь вот уже какую-то из того не знаю рабочие не рабочие вот такая вот территория бывшей военной части все-таки держим путь к реке нет здесь тоже все закрыто разбитые окна я не знаю это здание наверное тоже принадлежало военной части рядом стоит скорее всего здесь тоже что-то было а тут вот мы так поняли есть еще и продолжение воинской части алексей сказал что это был автопарк возможно те кто здесь служил наверное в комментариях напишут что же здесь было спустились вниз такой небольшой сквер парк не знаю как назвать вот так деревья не сильно большие день практически не дают ну погулять здесь можно спросили у ребятишек которые вот тут возвращались по этой вот дороге можно ли здесь выйти к реке они сказали что да пытаемся найти лососянку тут еще вот такое вот здание интересное мы подумали что она заброшенная а нет там написано район электрических сетей и висит замок так что там наверное бывают люди здесь вот напротив что-то такое современное да дорога к реке вот так выглядит но пока мы смело идем по ней ну вот вышли наконец тропиночка нас привела к реке мы и уже видим там вот у людей двор выходит калитка прям сюда к речке вот это да так я понимаю но вот там есть мостик сейчас мы туда подойдем оттуда я думаю все будет прекрасно видно утки утки напугали ой пахнет водой как ой как я люблю запах воды да здесь конечно такая зона отдыха зона отдыха течение тоже впечатляет утка возмущена что мы сюда пришли все говорит чё вы тут ходите ну вот вот такой мостик здесь можно прогуляться можно просто побыть у воды журчит вода так приятно здесь он какое-то бревно упавшая воду за счет этого тут а может это бабры сделали а может быть и нет ножка лесота точно он люди скинули воду утки здорово и здесь уже смотрите ребята стоят частные дома вот это я понимаю вот это вот район вот это здорово вот видите стоят дома уж туда прям близко не будем вам их снимать вот тут есть дорога можно я думаю на машине подъезжать ну а мы идем обратно потому как будем возвращаться к нашей машине попробуем вернуться немножечко другим путем чтобы еще вам показать микрорайон решили мы пойти вот сюда смотрим тут люди на велосипедах ездят и пешком ходят ну наверное говорю выведут нас в цивилизацию потому что нам же хочется еще из той стороны посмотреть микрорайон будем надеяться что мы не заблудимся здесь ребята вот она река тоже здесь видны и и и тут тоже какие-то дома в общем похоже что здесь тоже так все заброшено то ли это тоже остатки воинской части то ли что да тут конечно ребят простор для фантазии на здесь заброшены просто не знаю пишите кто знает в комментариях пишите что это тоже что и казармы какие были вот еще один как как пионерлагерь какой-то а может был какой-то пионерлагерь в общем непонятно пока пока непонятно слушайте-ка здесь кто-то живет будка закрытые двери за решеткой и белье сушится или тряпки вообще непонятно ладно идем туда ну конечно вечером и 1 я бы здесь уже побоялась выходить хорошо что сейчас день светит солнце и мы вдвоем с алексеем до другая дорога не менее живописных и не менее тениста гулять здесь можно но как-то пустынно и вечером говорю что наверное нет вышли вот с другой стороны к этим ко всем заброшенным зданием внезапно вот это здание оказалось храмом об этом нам подсказал навигатор алексей побежал табличку на том углу читать я вам показе сниму кто бы мог подумать просто здесь нарисован крест мы не поняли что такое стали смотреть навигаторе оказалось что это воскресенский храм кто бы мог подумать но это какое-то бывшее здание я не знаю чего опять же знатоки на такими краю на фоль уж пишите в комментариях а напротив же идет стройка вот такого современного дома на вот так вот все а вон там еще один дома я не вижу за деревьями так вот цену перекликается вот людям из окон будет здорово смотреть на заброшенный дом вот это я так понимаю самое главное здание военной части 1951 год и даже современный флаг беларуси правда орнамент не такой но он менялся разное время вот так вот смотрите ребята все что осталось в общем алексей прочитал табличку это был спортзал но его оборудовали под храм вот так идем дальше если что вот то здание куда я не пошла продается до никому не надо и вот вот это вот с этой стороны второе здание который там то нам было далеко здесь мы близко но тоже здесь все заросло так что туда не подойти и здесь вот тоже заброшенный дом вот стройка вот это вот и здесь тоже заброшенный до 8 этот новый дом в окружении заброшенных домов такое себе знаете ли смотрите-ка интересно а вот тут вон есть дорожка проход можно тоже туда зайти дверь открыта заходи живи кто хочешь ну что вот это видимо было начало территории военной части да даже не знаю что сказать ребят ну что друзья я могу сказать по этому поводу у нас возникли некоторые вопросы достаточно большая часть была раньше военная достаточно большая большая площадь получается сейчас я смотрю под ноги потому что тут не очень ровная дорога и почему ее не забирают к себе ну скажем так город муниципалитет и не застраивает ее современными домами то что вот эти все развалины там на которых таблички продаю видимо они никому особо не нужны почему бы этот микрорайон не застроить вот современными домами в гродно строится грандичи строится альшанка я вам ее уже показывала то то есть город расширяется в то время когда у него вот здесь огромные площади просто заброшенные вот здесь у меня конечно вопрос а вообще конечно дальник район очень тихий очень зеленый такой спокойные вот эти дома но они не новые скажем так советской застройки ну и не очень старые ну я бы рекомендовал раньше как-то я не очень обращал внимание на этот район теперь могу сказать что да его можно рекомендовать к тому чтобы здесь жить ну что же прогулка наша окончена по микрорайону фолюш больше я не знаю что вам про него рассказать но думаю тем кто хотел посмотреть на этот микрорайон все понравилось они увидели то что хотели увидеть на этом я с вами прощаюсь всем пока всем до новых встреч всех люблю целую как всегда далеко не уходите а и